Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца! Сегодня мы с вами продолжаем тему вредителей комнатных растений, цитрусовых и комнатной экзотики. Ну, в принципе, все, что мы можем выращивать дома. Это для всего будет абсолютно актуально. Я считаю, что одно из самых важных моментов, чтобы ваши растения были здоровьем, это их не заражать и не подвергать опасности появления вредителей. Как это сделать, сейчас подробно и расскажу. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok не допустить в свою квартиру, в свой дом, ну и там, где у вас растут, в принципе, ваши растения. А для того, чтобы ограничить доступ, я считаю, нужно понять, откуда же они на самом деле появляются. Поверьте, в большинстве случаев именно мы виноваты в том, что вредители появились в нашем доме. По неопытности, по незнанию, именно сами переносим в наш дом вредители комнатных растений. Один из таких вот невероятных способов я вам как раз в конце и расскажу. Я сам, если бы не увидел, то тоже бы не поверил. И если вы знаете, как они могут появиться, естественно, вы можете все пути попадания просто-напросто обрезать. Давайте сейчас все детально и рассмотрим. Конечно же, большинство вредителей на самом деле мы сами переносим в свой дом. А именно с покупными в новыми растениями. Я уже неоднократно говорил, что все растения, которые попадают к вам в дом, пусть это вновь купленный цветок или просто полевые цветы, которые вы сорвали и принесли, поставили в вазу, все они должны проходить карантин. С покупными растениями все ясно. Купили, обязательно сделайте профилактическую обработку от вредителей и поставьте на окошко, где нет ни одного цветка. Пусть месяц проходит карантин, пусть оно там развивается, акклиматизируется, но вы за ним следите, чтобы никаких вредителей не появилось. И в конце карантина, опять же, обработайте в целях профилактики препаратом с широким спектром действия. Там, чтобы обязательно был паутинный клещ, щитовка, мочнистый червец, ну это вот самые такие мощные вредители, остальные все умрут однозначно, если в препарате есть такое описание. И вот таким образом вы к своим растениям не принесете каких-то жителей новых. Что же делать с полевыми или покупными цветами? Поставьте их так, чтобы до ваших растений было, ну как минимум, 2 метра. Лучше вообще поставьте в комнату, где до ваших растений очень будет далеко. Иначе все насекомые, которые на них есть, конечно же, переползут на ваши растения. Второй способ, на самом деле, тоже практически фантастический. Если вы проветриваете летом форточку, я так думаю, делают 99,9%, потому что на самом деле хочется свежего воздуха, хочется летом прохлады. Так вот, именно через открытую форточку, если у вас даже достаточно на большом расстоянии есть какие-то деревья, есть какие-то лесные массивы, есть какие-то посадки, то вот паутинный клещ прекрасно летает, может хоть на 16 этаж прилететь. Вот такие вот вещи. Поэтому удивляться не надо, когда вдруг среди лета у нас появляется паутинный клещ. Он к вам прилетел через форточку. Частично, конечно, от этого защищает реально москитная сетка. Хоть она и для клеща, как для теннисного мячика, футбольная сетка пролетает без проблем, но все-таки какая-то часть будет его задерживать, и он будет пролетать дальше. Ну и, конечно же, после летних проветриваний можно сделать профилактическую точно так же обработку от клеща. Есть сейчас практически безобидные препараты, а убить клеща, допустим, на начальной стадии, это гораздо проще, чем с ним бороться, когда он уже на всех растениях у вас в доме будет. Следующий, конечно, способ тоже такой оригинальный. Вот если вы сходили в лес, отдохнули, кроме того, что вы пришли из леса, обязательно должны провериться, чтобы у вас клеща энцефалитного не было, так вот, всю одежду обязательно нужно постирать, потому что на этой одежде могут быть различнейшие вредители. Где-то она у вас полежала, а они достаточно хорошо передвигаются, через 2-3 дня могут добраться до ваших комнатных растений, цитрусовых и комнатной экзотики. Так что возьмите за правило, пришли, разделись, и всю эту одежду сразу же в стирку, в корзину, и вообще желательно тут же ее постирать. Ну и в конце какой-то фантастический способ. Так вот, зная все вышеперечисленное, однажды, ни с того ни с сего, у меня все-таки появилась щитовка. Я вообще гадал, откуда она могла появиться, потому что ни новых растений я не покупал, ни в лес мы не ходили, ни форточки не открывали, появилась она просто зимой. И предположение у меня, что она где-то завелась-то именно осенью. Уже все варианты, откуда бы могла она прийти, вообще практически были исчерпаны. Но потом, когда я уже ее поборол, опять же, случайно, просто-напросто купил мандарины, и заметил, что как на листочках, которые с ними были, была целая куча паутинного пища, так и на самих плодах, и на ветках, на листьях была щитовка. И вот я приобрел такие мандарины, и случайно заметил, что листва у них какая-то не совсем обычная. Но если присмотреться, то можно увидеть на зеленом листике множество желтых ходов. Если перевернуть его, то можно как раз эти ходы рассмотреть. А здесь уже листики настолько повреждены вредителем, что они уже даже имеют вообще общую желтую окраску. Это не что-либо, как паутинный клещ. Но каково было мое еще удивление, что кроме паутинного клеща, прямо на самих фруктах, на мандаринках, я обнаружил и щитовку. Вот, не что иное, как личинка. Вот и разгадка, загадки, откуда появилась щитовка. Вот именно так, с фруктами, которые куплены из магазина, вы можете принести домой абсолютно любого вредителя. Так что обязательно все фрукты, которые вы купили, тут же промойте хорошо. И, конечно же, желательно их как можно быстрее скушать, чтобы не расползлась, даже если какая-то нечисть осталась, на ваше комнатное растение. Будьте тоже очень внимательны и осторожны. И, по большому счету, вот вы тогда свои комнатные растения, экзотику, цитрусовые, избавите от появления вредителей. А на самом деле, у нас и так в квартире не особо благоприятные для них условия. А еще, когда и вредители из них соки сосут, то ничего хорошего нет. Но уж если вы наткнулись все-таки на вредители, обнаружили их, то, опять же, я говорю, посмотрите ролики, я снял детальные, как можно бороться со всеми вредителями практически. Ну, по крайней мере, щитовка и мучнистый червец – это одни из самых стойких. Если уж научитесь с ними бороться, то все остальные для вас будут просто и вонда. Ну, а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Успехов! И до новых встреч!